100 лет для зрителя – дата большая, для театра – это скорее юность. К первому вековому юбилею готовились долго и тщательно. Весь год театр на зависть был богат разнообразными спектаклями. Это, конечно, очень трогательно, волнительно. Мы, когда 90-95 лет отмечали, многие актеры говорили, да, я до 100 лет я не доживу сегодня, слава богу, многие из них живы. И это, конечно, большое счастье. За эти годы, отмечает старшее поколение, драмтеатр успел измениться до неузнаваемости. И для ветеранов этой сцены такой праздник – еще один повод вспомнить и свою театральную жизнь. Время было чудное, прекрасное. Для нас оно было просто потрясающе, великолепное. Мы были молоды, мы были энергичны, здоровы. У нас были потрясающие спектакли, у нас труппа была потрясающе прекрасная. У нас был живой оркестр, Михаил Филович Стариков руководил. Все сказки шли под музыку настоящую, живую. Разные этапы бывают у театров, и взлеты, и падения. Но театр у нас всегда был и занимал достойное место вообще в театральной среде. Не только здесь, на Алтае, но и в Сибири, и за его пределами в России. Поэтому целая плеяда актеров сменяла тех вот аксакалов, которые были. Молодежь постоянно выполнялась. И мы здесь готовили кадры. Мало какой театр может похвастаться таким количеством интересной, яркой, оснащенной молодежи. Просто это действительно так. Как-то удалось Дороге Михайловне собрать вот такую очень мощную, крепкую, разнообразную, сильную молодую команду. Протому что и ветераны, да, так под стать. То есть очень, мне кажется, сейчас гармоничная труппа. Поздравить драму и насладиться праздничной программой пришли разные гости. С трех лет знакомый, потому что еще папа, получая контрамарку в театре, брал меня, маму, садил меня на колени. И я не понимаю еще, что к чему, влюбилась в театр. И так было на протяжении всей жизни. Артистам вручили грамоты, медали и почетные звания. Наш театр, дорогие друзья, сегодня в тройке лучших театров региональных. И в ближайшее время во всероссийском конкурсе будут подведены итоги. Может быть, нам суждено и там, и там стать одними из лучших. Это как раз конкурс зрительских симпатий. Мы очень тесно связаны, постоянно общаемся, следим за работами, вообще за жизнью труппы этого театра. Они большие молодцы, у них очень большой прогресс пошел. То есть это театр, который знают в мировом сообществе театральном. Театр, конечно, это сегодня поиск. Поиск новых тем, новых названий, новых ходов, новых проектов, новых поворотов. Мне кажется, что этот поиск сегодня происходит. Дай Бог, чтобы он происходил и дальше. Главное, это не останавливается и достигнут. Чтобы были у нас и так очень хорошие актеры, чтобы были прекрасные актерские работы, чтобы процветал наш театр и чтобы он был самый лучший. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.